Здравствуйте. Итак, возвращаясь к обратной задаче кинематики, должен показать следующее. Я решил упростить подход. Раньше я что-то рассказывал с применением МГ, но на этот раз банально. То есть, сделать такую руку – это не обратная задача кинематики. То есть, пока это просто эмуляция руки. Значит, стандартная рука, о которой мы постоянно говорим, у неё три степени свободы и управляется она углами. И чтобы решалась обратная задача кинематики, значит, здесь есть координаты XY у этой руки. Ими кормится кора. И, кроме того, как я излагал свою идею, как можно обучать, чтобы ещё были выходные данные, у неё на выходе есть выходные данные в виде углов. Вот. Но, ещё раз повторюсь, здесь пока она не получает эти углы. Они вычисляются внутри руки, как бы отвязаны от карты. Вот. А потом будет привязана к карте. Ну, так вот. Значит, я сейчас буду обучать карту координатам. Вот. На вход будут поступать координаты. Вот. Через некоторое время, когда она обучится, она начнёт выдавать углы. Ну, вот как раз обратная задача кинематики. Углы будут приходить на руку. Вот. И тогда я буду опять подавать координаты этой карте. Но в пересчёте углов рука будет попадать не туда, где мышка. Вот. В этом и заключается проявление ошибки. Ну, то есть, неточностей при решении таким способом обратной задачи кинематики. Ну, так вот. Значит, я сейчас буду кормить паттернами эту. Пока изначально проинициализированную случайными значениями кору карту. Вот. Значит, могу ещё кисть поджимать в некоторых местах. Поделать какие-нибудь специфические движения. Вот. Может быть даже что-то такое. И теперь я готов её обучить. Я запускаю обучение. Руке плохо становится. И вот, как бы, слой, выходной слой обучился. И вот я тыкаю мышкой. И вот, как бы, рука пытается повторить то, что я хочу от неё. Вот. И это именно и есть результат этого самообучения. С решением обратной задачи кинематики. Руке. Руке.